Епифане, можно сказать, повезло. Поселки сохранились до сих пор в три из четырех церквей и старинное Епифанское кладбище. Она была основана в 1770-е годы, когда в Москву и в Московскую округу Центральную Россию поразила эпидемия чумы. И тогда же была построена здесь небольшая деревянная церковь во имя Сергия Радмирского. Но впоследствии на рубеже XVIII-XIX веков в центре погоста была построена церковь каменная во имя всех святых. А примерно в 50-60 метрах к северу поставили колокольню. Впоследствии в 1810 году рядом с колокольней была выстроена церковь во имя Петра Радмирского, которая соединялась с колокольной деревянной паперью. Но в 1870-е годы по проекту непречайного архитектора Вачьярникова построили каменную паперь. Вот она, мы ее видим. Естественно, церковь кладбищенская предназначалась в основном для отпевания усопших. Службы здесь практически не проводились, в основном только отпевали усопших. И вот церковь действовала до 1838 года, кладбищенская. В названном году разобрались сначала все связку церковь в центре кладбища, а затем и колокольню. Кирпич использовался для строительства цехов, развивающихся Епифанского спиртового завода. Когда в 1843 году, спустя 5 лет, было решено в Епифане открыть церковь, то решили открыть именно церковь на кладбище. Но осветили ее по одному из предельных алтарей бывшей Сесвятской церкви во имя усекновения главы Ивана Претис. Сказал однажды митрополит Тульский Ефремовский Алексей, это один из самых намеренных храмов Тульской епархии. Действительно он поражает своей стариной, своей патриархальностью. Вот давайте мы пройдемте по нему. И обратим внимание на церковь, который находится над входом. Храм Секнаэль Ивановна Претича за свое более чем за 200-летнее существование не действовал всего лишь в 5 лет. И вот когда закрыт в 1938 году и заново открыт в 1943 году, сюда собирались иконы из разных уголков Кимовского района. И не только в соседних районах. И вот постепенно он обогащался различными иконами. Вот, например, икона Николая Можайского, где XIX век, где святитель-чудотворец изображен с храмом в левой руке и мечом в правой руке. Интересная очень икона архистратива Михаила. Как определяют специалисты, это из домашней церкви или из домовой церкви, где архангел Михаил, покровитель русского воинства, в руке держит меч, извержающий огонь, извержающий пламя. Распятник Иисуса Христа, конечно, иконы все очень интересные, о каждом можно говорить долго и бесконечно. И святениями церкви, в чековине главы Иоанна Бритича, является, конечно же, статуя Николая Можайского, руки которого были утрачены, а прежде они держали также храм и меч в руке. Предположительно, это XVI-XVII век. Рядом образ Господь в аузах. Это начало XVIII века. Он был перевезен из церкви в 1960-е годы, из церкви Покровской церкви, села Покровской-Вадбольской. И вот с тех пор находится в храме усекновения главы Иоанна Бритича. Здесь же мы видим старинное изображение святого Пантелеймона-Исцелителя. Усекновение главы Иоанна Бритича. Очень интересен и иконостас, который тоже сохранился практически в своем первозданном виде. Царские врата, северные и южные двери, изображение Спасителя и Божьей Мадери. И, как обычно, над царскими вратами Тайной вечери. Иконо-Позимае приручится. Очень интересно и необычно успение Пресвятой Богородицы. Это, естественно, из дома. Ну и хорошо известно, что подарила ее жительница деревни Ракитино. Примерно где-то в 1950-е годы. И до сих пор она занимает достойное место в храме. Божья Матерь. Еще одно распятие. Канун. Редкая икона. Когнавание Богородицы. И, конечно же, второе изображение Крещения Господа. Иоанн Христос. Спаситель наш Иисус Христос. И мы крещение, Таинство Крещения. Таинство Крещения. И, конечно же, второе изображение. И, конечно же, второе изображение. Да. Таинство Крещения. ites. Продолжение следует...